Подразать и не подразать древы, вось учим пытание. Его же хары дому номер 6Б и 6А по проспекте Космонавта у Гродни не могут вырешить и по сегодняшний день. Боротьба за зеленый фонд двора весной обвострылася, дякуючи умешательству коммунальников. Ольга Пранкевич поспробовала разобраться, кому перешкодили древы и кусты язмину. Верасакаучук показываясь, пиленная коммунальниками. Усё почалося, коли суседи с дома 6А выкликали допомогу. У вынику поцякеру коммунальников пошло всё. И сухие древы, и живые, и навод куст язмину. Больше за всё у женщины болит сердце за яблони. Это яблони Гребштейн называется. Утром рано люди выбегают раньше, когда нас нападают яблоки, чтобы скорее схватить это яблочко, оно такое вкусное. Да кто знает, они понимают, что это за яблоки. И вот сегодня уже кран, уже всё, уже подъезжают, уже это самое будут пилить, вчера не успели. А я сегодня сказала, стану на яблоню, залезу, говорю, на яблоню, пилите вместе со мной. Но эту яблоню я спилить вам не дам. На проспекте Космонавту, после наведенного парадку коммунальниками, замест древу застались слупы. Жаншина щира обурана. Тим можно так образать галинки и сучки, кому это подобается. Пенсионерка показывает и куст Язмину, от якого мало что засталось. А на им почали уже заявляться первые листочки. Когда я начала кричать за этот куст, так они скорее взяли все эти ветки, загрузили в трактор, повезли, чтобы не видно было. Вы понимаете? Это кошмар, это вредительство. А тут срезали всю, и макушку, и ветки, и всё на свете. Но это же невыносимо, куда уже дальше смотреть, я не знаю. Инший погляд на образку древа уже хороу дома 6А по тем же проспекте. Ирина Русиновская рассказывает, что старые липые клены давно нужно было провести в парадок. Я живу в этом дворе, можно сказать, с рождения. У нас очень много здесь деревьев, очень много. И, естественно, за такой срок, это мне 50 лет, насколько они здесь выросли, у нас появилось очень много второй год ворон. И, согласитесь, это очень страшно. Ходить даже, просто пройтись по двору. Я обратилась в ЖЭС для того, чтобы сделали санитарную обработку. До слова начальник участка подоглядит за зелеными насаджениями. И добрая парадка в одни у ЖЭП Кострышницкого района, организации, которая и занималась обрезкой дерева, рассказал аппарат Косправ. ЖЭС 6-й обратился к нам с заявкой. И на службу 115 поступило обращение от жильца дома 6Б из 6-й квартиры, о том, чтобы обрезать деревья. По месту была отправлена бригада, где техника благоустройства встретилась с жильцом и показала, какие надо деревья обрезать. Там выполнялась, получается, формовочная обрезка деревьев, яблони и также лип. Остальные жильцы дома начали выражать свои нежелания, поэтому была работа прекращена. То, что жилец в первую очередь просил обрезать, было выполнено. В принципе, обрезка даже, возможно, производится летом, когда идет тут вегетация. Только она-то проводится точечно, и только самые опасные ветки убираются, формируются. А удаление деревьев может производиться круглый год. Зразумела, что зеленым насаджением потребен догляд, а городу потребны древы. Корысть, якую ены приносят, не оценная. А в Жихарам дома 6Б по проспекте космонавтов, все, что засталось, это некранутая грабштына, которую Вера Закавчук поспела оборонить.